Всем привет! С вами канал Underworld и его ведущий Step-a-Wolf. Мы сейчас находимся на выезде из Москвы на Минском шоссе и отправляемся в Минск. И в эту поездку я отправляюсь в компании Zara Kabzara. Привет! Сегодня нас ждет долгая дорога. Надеюсь, она будет легкой. Я тоже на это надеюсь. В этой серии вы увидите немного путевых заметок о дороге до Минска, некоторые места, показавшиеся мне интересными в белорусской столице, секретную воинскую часть, некогда обслуживающую ядерный щит СССР, великолепный архитектурный ансамбль Нестверского замка и нетуристические виды на Смоленский Кремль. Вот что значит, когда в машине встречаются два блогера. В Минске мы должны были встретиться с ведущим канала «Русские тайны» Сергеем Волковым и Никитой Молчановым, автором проекта «Джи Блэк Ку». И уже совместно отправиться по достопримечательностям и заброшенным местам Белоруссии. По дороге заметили вышку необычной конструкции и решили к ней подъехать посмотреть поближе. «Русские тайны» Вышка явно не рабочая, как и показалось с дороги. Дверь на обычном навесном замке. И внизу, в основании вышки, видно вывод под кабели, который сейчас не действует. Вот такие гаишники мне больше нравятся. И даже можно сделать вот так вот. А это вот белорусско-российская или российско-белорусская граница. На той стороне даже останавливают грузовой транспорт и что-то там проверяют. Машиновые, въезжающие на территорию России. Пограничная служба ФСБ. Так, телепорт в Русь завершён. Теперь в следующий пункт Минск. И наши доблестные погранцы из ФСБ собрали нехилую очередь грузовиков на въезд на российскую сторону. Ну а мы уже в Республике Беларусь. Типичные белорусские пейзажи. Вообще, Республика очень во многом аграрная. Большую часть экономики составляет именно аграрный сектор. Не знаю, встретим ли в эту поездку, но когда я был в Беларуси некоторое количество лет назад, тут вполне был распространён грузовой транспорт. То есть, едешь по дороге и встретить навстречу или в твоём направлении какого-нибудь дядечку на повозке с запряжённой лошадью, это вполне нормальное явление было. А ещё здесь часто можно встретить вот такие знаки. Что они обозначают, пока не знаю. Наверное, приближение НЛО. Точно. К километре отсюда. Точно. Или чёрные дыры. Интересная особенность. До Минска осталось уже меньше 100 километров, а дороги практически пустые. Изредка попадаются встречные машины. Мы уже почти въезжаем в Минск. Справа возвышается Курган Славы. Мемориал памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Ну, сейчас мы туда не будем заезжать, потому что немного ограниченного времени. Итак, впереди Минск. Ну, вот мы и в Минске. Вот Минское метро. Да, и вот интересный момент, что в Беларуси официально работают и широко рекламируется казино. После встречи всей нашей компании в столице Беларуси нас ждал завтрак в одной из минских столов. И где же поесть бедному российскому туристу, как не в столовой ВУЗа в городе Минске? Очень красиво. Очень красиво. И атмосфера, и кустарин, и кустарин, и кустарин, и кустарин, и кустарин. Полное погружение в атмосферу. Еще только интересно сейчас посмотреть по стоимости, во что это выходит. У меня 140 рублей получилось. То есть вот этот вот овец 140 рублей. Сейчас я посмотрю, что у меня получилось. Слушайте, у меня 1 рубль белорусский. 30 рублей. Охренеть. Ты скромнее всех кушаешь. У меня получилось вот это вот на 124 рубля. То есть горячее, с горячей 124 рубля. Да, но я супчик не брал. 100 рублей, а я на 100 рублей, не знаю, на улицу не ухожу. На 100 рублей. У Рыбантреп умеет накидать места. Бывает так, что там координаты отмечают тупо действующие части. Бывает. А бывает, что вообще пустого места. Нет, такое тоже бывает. Первым местом, которое было запланировано посетить, стала заброшенная воинская часть в 50 километрах от Минска. Некоторое время после того, как мы съехали с трассы, пришлось пробираться по сильно разбитой лесной грунтовой дороге. Но ожидаемого пейзажа из разрушенных строений мы так и не увидели. Вместо этого перед нами на многие сотни метров растирался двойной рабочий периметр с контрольно-следовой полосой. Как оказалось, мы попали к расположению знаменитого 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения, где в советские времена располагалась техническая база ракетных войск стратегического назначения, осуществлявшая хранение, подготовку к применению и утилизацию ядерных боеголовок. И, по слухам, там и по сегодняшний день находится могильник радиационных отходов. Яндекс умеет маскировать объекты. Это не действующая штука там? Не знаю, похоже на помонку с трубой. В той опасной зоне высокое напряжение. Да, высокое напряжение. Опасная зона. За моей спиной Несвежский замок. Одна из жемчужин архитектурных памятников Белоруссии. Строительство его было начато в 16 веке. Днем основания Несвежского замка, резиденции княжеского рода Радзивилов, считается 7 мая 1583 года, когда рядом с первым деревянным был заложен каменный замок. Во время Северной войны в 1706 году шведские войска заняли Несвежский замок и в течение двух недель планомерно уничтожали его укрепление и вооружение. После этих событий реконструкция замка началась в 1720-х годах. В 1812 году в замке располагался штаб Жерома Бонапарта, младшего брата Наполеона. С отступлением французских войск замок был занят полком из корпуса генерала-лейтенанта Тучкова, а позже владения Радзивилов были конфискованы в пользу Российской империи. Во время Второй мировой войны замок практически не пострадал. Дворцово-замковый комплекс входит в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО. В Несвеже находится старейшая на территории Белоруссии ратуша, имеющая архитектурные черты барокко и ренессанса. Была построена в 1596 году и перестраивалась в 1752 году. Итак, второй день нашего пребывания в Белоруссии. Минск практически центр города. Сейчас мы отправляемся смотреть историческую усадьбу и проезжаем самый центр Минска. Передвигаться по городу на машине достаточно удобно. Вот за два дня пока еще пробок похожих на московские я не встретил. То есть максимум небольшие такие заторы перед светофорами. Движение организовано тоже очень удобно. Все. Навигация в городе доступна и понятна. Зара-Кабзара от нас отделилась, решил по зацепить. Зара-Кабзара, да, решила по зацеплять. А мы тем временем подъехали непосредственно к центру города. То, что здесь географически, административно считается центром, вот, скорее всего, та стела, которая впереди, это и есть центральная площадь города. Да. Ну, мы сейчас уходим направо. И такие живописные соловьи-разбойники гаишные здесь. Да, тут, видимо, сейчас кто-то поедет. Такая-то шишка. Давно, кстати, на дорогах не видел гаишников, регулирующих движение. Очень давно, кстати. Да, кто-то там крякает. Да, 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 кто-то поехал. Хотя очень странно, автобус в полицию. В полицию. Думаешь? Планировка города строится по радиально-кольцевой схеме, аналогично Москве. И мы сейчас едем по аналогу московского садового кольца. Здесь это называется первое кольцо. Но, в отличие от садового кольца в Москве, которое застроено в основном историческими зданиями. Здесь, к сожалению, после Великой Отечественной войны практически не сохранилось никакой исторической застройки. И весь Минск, он достаточно молодой город в плане архитектуры. Бензин в Белоруссии стоит рубль 25. И что самое интересное, на всех колонках цена абсолютно одинакова. Вне зависимости от того, заправляешься ты в центре Минска или где-то на окраинах Минской области, цена везде одинаковая. Казаритер 95-го, рубль 25. Такая вот белорусская стабильность. Мы приехали к следующей точке нашего путешествия. Усадьба Книги и Святополк Четвертинский. Рассказ об этом интереснейшем месте вы увидите в следующей серии. Так они еще сидят классно, как будто позируют. А это Минский Арбат. Пешеходная зона в центре города, называемая Верхний Город. Это реконструкция Минска 16-го века. Песня «Стро-Малкутинский» Песня «Стро-Малкутинский» Песня «Стро-Малкутинский» Песня «Стро-Малкутинский» Ну а со зданием Республиканской национальной библиотеки вышел небольшой облом Приехали мы туда ночью и, честно говоря, было ожидание, что такой туристический объект Символ, можно сказать, современного Минска, мы ожидали, что он будет хотя бы подсвечиваться, но увы Как всегда, наши погранцы умудрились устроить здесь очередь собрать в белорусскую сторону, все едет нормально Ну, по дороге из Белоруссии в Москву мы решили заехать в Смоленск И поскольку в центральной части Смоленского Кремля я уже был, сейчас прогуляюсь вдоль перепасной стены Смоленского Кремля Оказывается, фрагменты этой стены, сохранившиеся до наших дней, были построены в самом конце XVI века И сейчас ведется реставрация сохранившихся фрагментов Ну а мне, конечно, интересно посмотреть, куда же здесь можно залезть Расположена крепостная стена на берегу реки, через которую перекинут такой весьма живописный мост У самого берега реки частично сохранился фрагмент, очевидно, здесь был мост когда-то кирпичный Передо мной одна из башен крепостной стены, сохранившаяся до наших дней К сожалению, она находится в очень плачевном состоянии И сооружены вот такие металлические конструкции, которые предохраняют ее от дальнейшего разрушения Здесь можно хорошо видеть трещину, которая идет вдоль всей стены башни И сама башня реально имеет небольшой наклон И вот сейчас я нахожусь внутри помещения башни Здесь частично сохранились перекрытия Видны бойницы, которые находились в стенах башни Наверху сооружена специальная металлическая конструкция, которая удерживает внутренние стены башни Я продолжаю изучать исторические места Вообще у меня в последние несколько месяцев выдались, в последние даже недели, наверное, выдались богатыми на посещение именно мест, которые представляют историческую и архитектурную ценность Вот здесь вот можно видеть в стене частично разрушенную лестницу, которая ведет наверх башни Эта лестница ведет внутри стены башни наверх Здесь можно видеть в одной из выемок в стене какие-то коммуникации Но, скорее всего, эти коммуникации были проложены уже в 20 веке И вот я на второй площадке этой башни Так выглядит конструкция, которая удерживает внешнюю стену башни от разрушения И здесь же хорошо видно трещину, которая идет вдоль всей стены Здесь отсутствует часть свода И виден первый этаж А в другой стене башни по лестнице можно подняться еще на следующий уровень И сейчас, скорее всего, по этим фермам я выйду в галерею, которая идет внутри всей крепостной стены Вот по этим фермам Я пройду туда, внутрь галереи И вот я уже внутри Точнее, не внутри, а нахожусь над крепостной стеной По верхней части которой На верхней части расположена вот такая вот галерея И здесь, в самой башне, лестница продолжается еще наверх То есть можно выйти на самый верхний уровень башни, к бойницам И взглянуть на город с высоты этой башни Отсюда открывается вид на собор на территории Кремля Смоленского Так выглядит верхний этаж башни Где располагались бойницы Здесь, кстати, можно видеть Вот я стою точно на месте, где в стене пошла трещина Отсюда открывается прекрасный вид на город Вот сейчас подо мной как раз расположена крыша галереи над крепостной стеной Вид на мост И вид на другой берег Сейчас я спущусь на один этаж вниз И попробую пройти до конца галереи Если там будет выход, спуск Возможность спуститься вниз То это будет вообще великолепно Поскольку мы, как обычно, немножечко опаздываем Здесь видно Восстановлена Вот эта часть галереи уже из современного кирпича Точнее даже Не эта часть галереи А обе стены, поддерживающие кровлю Они построены уже в наше время Кирпич тут современный Хотя вот можно видеть частично сохранившиеся Вот видно, кстати Очень хороший момент До этой опоры Все предыдущие были как раз построены уже в наше время А здесь мы видим оригинальную опору Которая сохранилась со стеной этой башни Крепостная стена здесь примыкает вплотную к колокольне И вот такие вот замечательные виды Открываются на город с этой части крепостной стены И вон ребята стоят у машины В следующей серии мы расскажем о великолепно сохранившейся усадьбе В Гродненской области И о том, как мы нашли настоящий подземный ход начала 20 века На этом я прощаюсь с вами Всего вам самого наилучшего Не забывайте ставить лайки И подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok